Так, ну чё, всем здорово, пизда у коровы. На данном этапе у нас волатильность по биткоину начала расти, в принципе, вполне ожидаемо. Как я сказал, что в понедельник-вторник у нас она начнёт период наверх, в принципе, что мы и наблюдаем на текущем этапе. Если глянуть тут же там S&P 500, NASDAQ и прочие, как мы видим, индексы, Dow Jones, у нас пошла коррекция по крипте, в принципе, плюс-минус то же самое. По нефти, кстати, давно не смотрели, нефть пока что ещё находится на донных значениях, поэтому если кто... Проект, доказавший свою честность и надёжность в моих глазах, это notstake.io. На данном проекте я несловным отделом за пару недель заработал свыше 2 иксов. Начался с изначального капитала в 3,5 тысячи долларов, теперь мой вклад уже в 8 тысяч долларов. Это и вправду передовая технология, приносящая большую прибыль своим вкладчикам за счёт пуллов стейкинга на эфире, подтверждающая транзакции в сети эфир и комиссию данных с транзакцией проекта даёт вам в виде прибыли. Проект на этапе активного привлечения своих постоянных партнёров, поэтому отдаёт вам 80% прибыли со стейкинга своим вкладчикам, оставляя себе всего лишь 20% для максимального привлечения аудитории. Проект уже набирает серьёзный вес и после набора нужного количества партнёров проект, скорее всего, понизит процентную ставку для остальных. Я лично заработал с данного проекта более 4,5 тысяч долларов чистой прибыли, постоянными выводами своего баланса. Так что проект полностью проверен, можете доверять без проблем. Если вдруг хотел там закупиться нефтью, либо полонговать её, ну, как бы имейте в виду, делайте это осторожно, потому что в любом случае нефть это такая нестабильная тема. Вот, и имейте в виду, что в любом случае может произойти всё, что угодно. Да, на данном этапе хоть относительно донное значение, но всё равно надо иметь в виду, что, как вы понимаете, может быть ещё дальнейший дамп. Но, в принципе, здесь, я считаю, уровень поддержки, который навряд ли пробьётся, и вот это накопление, из которого она выйдет, потом будет уже двигаться в дальнейших направлениях, я думаю, ясно. По поводу золота. По поводу золота тоже она продолжает хуярить, 2,700, то есть уже профит действительно ебейший, почти 2 икса с дна октября 2020 года, ну, это где-то за 2 года. Ну, это копейки, Peter Schiff считает наоборот, ну, биткоин дал намного больше, естественно, потому что, ну, как вы понимаете, это, ну, криптовалюта, и тут иксы намного больше. Лучше, чем в той же фонде, потому что фонда, по сути, даёт копейки, да, ну, да, в долгосроке, да, она может даже быть безопаснее, может даже перспективнее криптовалюты, но, как вы понимаете, что, ну, и меньше скамов, и скама меньше, но, по факту, естественно, life change money делается именно на крипте, я думаю, с этим понятно. Но, при этом, тайки у нас хуярит наверх, индекс доллара тоже, а всё почему, потому что, если открыть госдолг США, да, я хотел вам показать то, что на данном этапе госдолг США вырос на 500 миллиардов буквально за год, чтобы вы понимали, то есть это, ну, действительно внушительная сумма, и на данном этапе я считаю, что большинство людей не обращают на это внимания, вот есть такой график, публичный индекс, там, получается, ну, госдолг США, и он вырос на 500 миллиардов буквально за год. То есть это говорит о чём? Это говорит о том, что фонда продолжает откупаться, и, в принципе, что мы видим и наблюдаем по индексу доллара, то, что, ну, вот, активно эта вся тема у нас, вот, вот, как раз-таки июль 23-го мы подрастали, потом мы подрастали с декабря по апрель, потом с сентября по октябрь, и это всё тоже наглядно видно. Интересно, новый канал, там тысяча подписчиков у него, Амертрейд, может, кто-то знает, пишет ему подписчик Снежинка, кстати, Снежинка, здорово, вот, это, которая мне писала по поводу медвежки, да, рассказывает, что это скам, и автор говорит, что, типа, факт, все ЛАЭК-2 скам, которые вываливаются к сами фонда Фромяков, сейчас Снежинка почему-то молчит, ну, интересно, почему, наверное, потому что рост пошёл, вот, зато рассказывал мне, что будет и 32 тысячи, и медвежка, и цессия, и так далее, ну, что-то сейчас молчит, молчит. Вот, поэтому по поводу медвежка, сейчас я вам покажу, где тут писал этот чувак, сейчас, вот, по поводу медвежечки, вот, он писал, попил водички, Санечка, это он мне писал, сейчас я скажу, когда, это он мне писал 1 августа, как раз-таки на дне, альты на перелэй твоего 5 июля, медвежка набирает обороты, я говорю, куда же пропадал на месяц, когда рост был, теперь снова вылез, когда малейший откат пошёл, классика жанра, как-то медвежка полным ходом, когда на 0 пойдём, вот, и, соответственно, то же самое, обязаны сходить ещё вниз, до осени опять процентов на 30, на чеку медвежка, вот, поэтому, ну, полный бред, и, естественно, начинают мне рассказывать, что якобы там медвежка началась и так далее, ждите ниже там, ну, можете, соответственно, а, вот, этот чувак писал, и, соответственно, писал он, кстати, 6 июля, день после дна, вот, совпадение лета, как там на вкус водичка, чем быстрее ты поймёшь, что началась медвежка, и толпу развели сальсезоном, тем менее позорнее, кринжовее будешь выглядеть, вот, и, соответственно, ну, как вы понимаете, чувак пишет опять, фиксанёшь, ты минус 90% через полгода умник, смотря на историю, ждут такого же альсезона, да, ну, он считает, альсезона не будет, но при этом, при этом, соответственно, следить за рынком, ну, потому что не верит в него, да, ну, то есть он ждёт медвежку, но при этом следит за рынком, а вдруг рост, а почему, потому что боится проебаться, и он проебётся, естественно, вот, поэтому через полгода, когда альты будут сверлить 10-е дно, это он мне писал, получается, 5 июля на дне, ну, в принципе, прошло уже 3 месяца, что-то альты не сверлят, но стоят на тех же отметках, а то и выше, вот, ну, 3 месяца, окей, подождём, но я уверен, что через 3 месяца это уже будет, что у нас, это у нас будет уже январь 25-го и даже конец января, поэтому тогда уже будет перелив доминации, мы уже полетим, вот, поэтому какая нахуй медвежка, и Саня осознаёт, что нас развели, ну, да, просто я вам пизжу, простите, я вам вру, наверное, обманываю по поводу 4-х летних циклов, естественно, в этот раз же всё по-другому, да, то есть рост-то не будет, вырастет только биток, альта будет на месте стоять, да, именно поэтому киты на миллиарды долларов держат альткоины, потому что мне хуй делать, да, вот, с альтезоном, и мы ушли в медвежку, ну, медвежка уж, что ж поделать, биток по 70 уже, ну, медвежка, блин, ну, соединяться уже будет нечем, да, ну, и этот же чувак, совпадение ли это, что он пишет, вот он, Снежинка 4963, вот он, да, это он и есть, пишет на этом канале и поддакивает автору, который рассказывает, что LR2 это скам, а все LR2 это скам, которые вываливают сексами фонды, ну, опять, иксы у фондов, да, то есть разлоки, фонды фиксируются об хомяков, и чувак пишет 100%, ну, как бы, больше таких недоэкспертов у меня в Телеграм-канале бесплатно прожарка криптоблогеров, поэтому, если кто не подписан, подписывайтесь, также еще есть второй канал, который я завел, психология Сорова и Листа, поэтому тоже подписывайтесь, вот, ну, и на самом деле забавно это все слушать, вот этот бред, и далее, получается, еще есть канал, такой последний вагон, как обстоят дела с портфелем, и, получается, подписчик мне скинул, что вот, в прибыли 32% все заработают, да, и мне говорят, ну, почему-то какие-то люди в прибыли, какие-то в минусе, интересно, почему, не потому, что как-то там блогер не так предоставил информацию, то же самое, как у меня, примерно такой же процент людей в профите, может, даже чуть больше, почему, потому что людишки делают так, как они делают, делают хуйпами как через жопу, да, и ты начинаешь задавать наводящие вопросы, как он действовал, что он покупал, как он покупал, котлетел он на росте, не котлетел, и потом оказывается, что большинство людей, они котлетят на росте, на каких-то локальных хаях, потому что у них фома, они не диверсифицируются, они выделяют там максимум пару монет, а то и, ну, там максимум 5-10 монет, вместо того, чтобы хотя бы взять 20-30 монет, и потом удивляются, что они сидят в минусе, блять, а то и в значительных убытках, то есть я не знаю, насколько надо быть реально долбоебом, чтобы сейчас сидеть в минусе 70-90%, ну, честно, при том, что я даю всегда донные отметки там, я даю перспективные монеты, но при этом людишки, видимо, действуют так, как они действуют, а потом удивляются, что, ну, у них минус, ну, такой минус, это, я не знаю, насколько надо быть либо неудачником, либо, ну, действительно, кретином, чтобы так инвестировать, чтобы сидеть сейчас даже, ну, при том, что у некоторых людей у меня по бесплатным даже рекомендациям имеется 2-3 там экса к портфелю, к портфелю, к капиталу, у них имеется профит, но некоторые сидят в убытках, там, 50%, 70-90%, ну, то есть, опять же-таки, это их сугубо личная вина, но, естественно, они считают, что я виноват, ну, если бы я был виноват, тогда бы половина хотя бы людей сидела в убытках, а то и большая часть, а то и все, но это же не так, нет, не так, ну, и, соответственно, поэтому проблема в ком, очевидно, в том, кто хуёво следует моим рекомендациям, вот, и все, поэтому, ну, я почему-то не в минусе, интересно же, почему, вот, поэтому, ну, наверное, потому, что я не шаю, да, вот, в прибыли 32% значительной убытки, 36%, я рынка наблюдаю за ситуацией, ну, а это, опять же-таки, те, кто будут заходить на хаях, засадили во все кошельки, я не знаю, что засадили во все кошельки, в бумажные, что ли, продолжаю покупать, несмотря на ситуацию, вот, ну, голосов немного, правда, ну, как вы понимаете, это тоже не обязательно показатель, да, вот, я, кстати, снял ролик по поводу Айпла, то, что тот же Кэкс Лаксен, соучредитель Айпла, задонатил 12 лямов долларов Камале Харрис за все время, да, там может быть даже больше, ну, соответственно, Камала Харрис будет джектовать свои репутации, Тарам тоже, ну, естественно, потому что Айпл с Камой, XRP в том числе, вот, и, ну, Айплу нечего делать, просто бабки раскидывают направо и налево, вот, поэтому, ну, это как толпа думает, естественно, это не так, вот, это стратегия, вот, и покупали ли вы Айф, вот, я спросил по монете, ну, и, соответственно, как вы понимаете, 20% людей покупают, а потом удивляются, блядь, мне некоторые написали, Сань, ну, так сейчас поздно покупать, да ясен хер, что сейчас поздно покупать, потому что монета уже дала Тейкса ЗНА, но люди не покупали, почему? Потому что, что? Потому что Саль, вот и все, и поэтому, конечно, им не покупалось, то есть монета лежала на дне, по 50 долларов, там, то даже по 80, по 100, то есть им не покупалось, ну, потом монета взлетит на 600 долларов, выше, мне скажут, ааа, ну да, блядь, надо было покупать, понимаете, но будет уже поздно, то есть монета уже улетит на иксы. Далее по поводу, там, соответственно, индекса страха и жадности и прочих моментов, то есть сейчас, ну, якобы жадность, я лично жадность я не вижу, жадность может быть по битку, потому что этот индикатор исходит из Бетховена, да, если по поводу ликвидации лонгов, шартов, то сейчас ликвидируются лонги, потому что пошел откат, некоторые люди продолжают, там, шартить тут же Афтас, тут же Сьюи, там, другие какие-то монеты, ну, для меня это смешно, потому что я не знаю, насколько надо быть реально картинозавром, чтобы шартить бычий рынок, ну, как бы удачи в жизни, что я могу сказать. Интересный момент, то, что актер Николас Кейдж призвал других актеров бороться со распространением ИИ, ИИ технология хочет забрать ваш инструмент, якобы, подавление, и бороться по поводу, наверное, дефейков, манипуляции игрой, И заявление он сделал на 25-м кинофестивале, студии хотят, чтобы они могли скорректировать ваше лицо уже после съемок, они могут изменить голос, реплики, язык тела, исполнение, вот, и ранее заявил, что его роль супермена в фильме «Флэш» в 25-м году не был похожим на то, что он играл, это бесчеловечно, бесчеловечный искусственный интеллект, ничего быть не может. Ну, опять-таки, он понимает, что банальных реальных актеров может заменить, как понимаете, искусственный интеллект, и уже реальные люди нахер будут не нужны, потому что все переходит на машинное обучение, потому что это дешевле, нету никаких возмущений, ссор, споров, скандалов, ну, то есть, нету эмоционального фактора, и нету, скажем так, ну, каких-то противоречий постоянных, да, и каких-то там, скажем так, споров по поводу, кому там больше платить, что он там хочет, что не хочет, там, запрограммировал, и он тебе делает, и все. Ну, на самом деле, я считаю, Николаса Кейджа нет смысла слушать, потому что у него долг 6 миллионов долларов, там, каким-то компаниям он задолжал, параллельно с этим у нас Майк Тайсон имел на пике своей карьеры 400 миллионов долларов, многие сейчас ужаснутся, нихера себе, какие суммы, но при этом он стал банкротом, вот, потому что ушел во все тяжкие, но потом исправился, вот, и, соответственно, 150 лямов долларов было у Николаса Кейджа, да, но у него было 6 лямов долгов по итогу его карьеры, и, как вы замечаете, он снимается в каких-то таких, ну, среднячковых фильмах, именно потому что у него куча долгов, ему надо как-то бабки отбивать, вот, ну, а Майкл Джексон до своей смерти, получается, взял долги на 400 миллионов долларов, я не знаю, каким образом это произошло, ну, вот так вот, поэтому даже люди, которые, казалось бы, должны быть, соответственно, финансово грамотными, ну, оказывается так, что у них это не получается, вот, Билл Миллер раскрыл среднюю цену покупки, поэтому сколько вы не заработали, если вы не умеете распоряжаться деньгами, по итогу, и тратите их направо-налево, вы по итогу можете закончить банкротами, то есть долгами, и это показательный случай, суть в мышлении и в подходе, а не в количестве заработанных денег, понимаете, да, количество важно, но нужно иметь в виду, что если вы даже заработаете такие суммы, то вы их можете в легкость проебать, там, за пару лет буквально, ну, максимум 5-10 лет, понимаете, потом сидеть с голой жопой, вот, Билл Миллер раскрыл среднюю цену покупки своих биткоинов, вот, а все почему, потому что люди не откладывают, не инвестируют и не занимаются финансовой грамотностью, они думают, что так будет бесконечно, а тем более, когда ты деньги не считаешь, не, соответственно, ну, не подводишь приходы, ну, доходы и расходы, там, и все остальное, то есть это важно, это кажется мелочью, это кажется, что это туфта, но на долгосроке это очень сильно решает, и вы это наблюдаете вот даже по таким известным личностям, вот, поэтому средняя цена покупки своих биткоинов, не знаю, нахуя нам это, он говорит, что с 12 по 24 год он купил за 700 долларов, ну, и дальше что, ну, и что нам с этого, поэтому, понимаете, я сказал, что штука такая, новая технология, которая, по сути, является цифровым золом, то есть, по сути, он биткоин покупал где-то, наверное, в году в 15, ну, говорит, он с 12 по 15 более активно набрал, поэтому то, что там некоторые люди по 24 год, я думаю, потом он уже вряд ли покупал, вот, больше всего он закатлетел как раз-таки с 12 по 15 год. Открытый интерес по биткоин фьючерсам достиг рекордных 41 миллиард практически, ну, естественно, потому что там, типа, прорыв 69 тысяч, сразу же новости у нас, конечно же, появились в твиттере, там, от самой компании Апи, которая занимается NFT-экосистемой, да, многие говорили NFT-то скам, Апи-то скам, нахуй ты его советуешь, а как только дала TX-а, то все сразу хлопают в ладоши и говорят, Саня, ты оказывается шаешь, вот, ну, как бы, суть людишек, поэтому Апи-чейн подбросил цену на 100%, но, как вы понимаете, естественно, рост произошел не из-за этого, и рост произошел, там, считай, на TX-а дна, и произошел не на 2X-а, а в среднем, там, 2-2,5, вот, поэтому это, кстати, Лерак-3 решение на Арбитруме, чтобы вы понимали, вот этого я не знал, вот, и также еще коллекция NFT-шек, Бортап и Яхтклаб, ну, вот эти обезьяны, которые, я думаю, все помнят с 21-го, с 22-го года, вот, и, как вы понимаете, естественно, монета на этом фоне подлетела. Ну, то есть, подлетела она не только на фоне вот этой новости, якобы, а полетела она, по большому счету, на шахтах и на жадности толпы, которая начала эту монету скупать. Ну, и плюс, потому что китай решили данную монету запампить, но, по большому счету, это был полет на шахтах, то есть, чисто техническая история. Вот, я думаю, с этим понятно. Далее у нас еще интересно то, что компания Stripe, это ранний инвестор того же Stellar и iPlay, прибыла компанию Bridge за 1,1 миллиард долларов, и это воптери-ноль компания, и, получается, также проведение беспереборных трансграничных платежей USDT и USDC, также TradeFi и DeFi платформы, также в августе привлекла 40 миллионов долларов от крупных компаний, таких как Sequoia Capital, Ebit Capital, Index Ventures, One Ventures. Общая сумма достигла 58 миллионов долларов. Я думаю, с этим понятно. Что еще интересно, то, что Питер Брандт, который заявлял нам, что биткоин упадет чуть ли не на 15 тысяч долларов, ну, там, а то и на 48 минимум, да, 46, я думаю, многие помнят, эфир по 700 долларов он ждал, говорит, что Solana вырастет на 4,5 тысячи долларов, и типа 27 иксов покажет с текущих, потому что там накопление оказывается, и плюс, ну, говорит, чашка с ручкой на данном тапе формируется, хотя я не знаю, какая там нахуй чашка с ручкой, но ему, как говорится, виднее, что-то TradingView не грузит. Далее у нас DVF Labs фонд анонсировал запуск платформы по мемкоинам, опять мемы, ну, классика жанра, да. Далее у нас Michael Sellers снова подтвердил прогнозы в 13 миллионов долларов, и то, что прогнозирует, что говорит, что это в течение 21 года, то есть это где-то в 45-м году это произойдет, не знаю, доживет ли он до этого момента. Сеть скролла раскрыла кайторий, кайторий, да, кайторий аэрдропа, вот, и в LR2 решение первого аэрдропа обнародов дату, ну, и примерно, говорят, что выделит 7%, 70 миллионов монет, и клейм откроется 22 октября, то есть уже сегодня, вот, и, в принципе, как вы понимаете, что создала, создана она в 25-м году, совпадение лета, в октябре 23-го, на дне, кстати, запустила основную сеть, вот, ну, а листинг произошел вот буквально недавно на Binance, я думаю, с этим понятно. Что еще из интересного, то, что, получается, у нас трейдеры опционами выставили рост биткоина 80 тысяч после выборов в США, то есть после 5-го ноября, далее, получается, у нас эксперты говорят, что угроза квантовой атаки на компьютер увеличена, и в октябре китайские ученые первыми имеют эффективные атаки с применением квантового компьютера, ну, у нас рассуждение в закрытом клубе было, что такое практически невозможно, ну, даже если возможно, то, как мы понимаем, это просто фад новости на дне, поэтому на хаях я не думаю, что этот бред будет лоббироваться. Ряд экспертов сошлись во мнении, что квантовый взлом не угрожает биткоину в ближайшее время, ну, биткоин-сеть падала два раза, и то, скорее всего, по инициативе самих создателей, да, или там что-то реально случайно сборило, они призывают подготовиться к квантовому будущему, заранее разработать дорожную карту за защитой от атак, там атака 51%, как многих пугают, но по факту это все, я считаю, хуйня с подядеванья и больше пугалки. Потом у нас власти Индии могут ограничить или запретить оборот частных криптолюд, да, и при этом говорят, что, при этом якобы не соответствуют финансовой инклюзивности и безопасности, в отличие от CBDC того же, CBDC могут делать все то же, что и криптолюд, имеют больше преимуществ, ого, это же какие, интересно, вот, за исключением рисков, связанные с частными криптолюдами, вот, ну, естественно, типа CBDC одни преимущества, минусов никаких нету, то, что там отсутствие анонимности, блокировать транзакции могут и все остальное, то есть для народа одни минуса, но при этом, конечно, для тех же власти имущих это одни плюсы, и говорят, что вот там и МВФ добавило то же самое, вот, вот, но при этом Индия у нас партнерится с Binance, как мы помним, то есть Binance Индия, давайте загуглим, соответственно, вот у нас были новости подобного рода, то, что Binance действительно партнерится, то криптобиржа Binance возобновляет работу в Индии, также еще в Индонезии, там и так далее, ну, власти Индии обвинили биржу Binance от уклонения уплаты налогом, но при этом она возобновила работу в Индии вот 16 августа буквально, но при этом они говорят, что якобы запретят оборот криптовалют, поэтому, ну, то есть надо смотреть не то, что они говорят, опять же таки могут ограничить, ключевое слово могут, то есть не ограничили, а могут, вот, может быть, maybe yes, maybe no, да, и поэтому я считаю, что надо смотреть то, что они делают, а не то, что говорят в очередной раз, да, британский регулятор нас опять пугает, что мы не позволим криптокомпаниям работать на песке и будем регулировать, ну, нам абсолютно насрать, поэтому, то есть до этого они 16 лет не могли зарегулировать, а сейчас двух вдруг спохватились, да, Британская управляющая компания Legal General выходит на рынок криптотокенизации, да, вот так вот. То есть, при этом говорят, что не будем на песке давать, но при этом, хоп, британская управляющая компания, фонд. Фондом можно, обычным людишкам нельзя. Вот, поэтому, ну, как говорится, все животные равны, но есть еще ровнее. Глава JP Morgan, который рассказывал, что биткоин это пирамида, скам засомневался в лимитированном приложении биткоинов. Я просто задам один вопрос, откуда вы знаете, что эмиссия закончится в 21 миллион монет? Ну, на самом деле, отчасти он прав, потому что гарантий никаких нет, что нельзя допечатать, потому что многие проекты доказывали обратное, что в любой момент они могут поменять токеномику и, ну, пойдет это все нахер, вот эта ограниченная эмиссия. Внимательно читали о галитме, если вы во все это верите, я нет. Я всегда был скептиком по поводу этого заявления, да, ну и при этом, как вы понимаете, заявил, что с уважением относится к желанию криптоинвестора, стремящихся к покупке, но сам никогда не купит биткоин или что-то иное. Да, может быть, лично он не покупает, но он покупает через компанию, поэтому это двойные стандарты, пиздеж, естественно, потому что та же JP Morgan, она неоднократно высказывалась в счет биткоина, и они говорили то, что надо там его покупать, что это там скам, ну и, в принципе, на самом деле много положительных отзывов было от компании. То есть, рост спроса биткоин провоцирует причины, хешрейт там, соответственно, аналитики назвали драйвер для роста биткоина, ключевой показатель индустрии падает. Ну, то есть, опять-таки, все равно JP Morgan покупает криптовалюты, поэтому, ну, а SEO рассказывает, что типа крипто скам, пирамида, нахуй надо, но при этом они, естественно, скупают. Ну, вот, индонезийские власти изменили сроки приема заявок про регистрацию крипто-компаний, ну и, в принципе, до какой даты конкретно не наказано, да, не указано, блядь. В мае 2022 года власти страны ввели налог, там, размере целых 0,1%, а в мае 2022 года, как раз-таки, когда биткоин падал с 30 до 17500, да. Аугустин Картерс, это у нас генеральный директор банка БИС, зовет, что токенизация активов представляет проблему для центробанков, да, ну и при этом мы придерживаем CBDC. Вот, а Майкл Селлер, главный драйвер роста цены биткоина, его растущее институциональное принятие, вот. Далее, получается, Нил Акашкар, это президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, заявил, что криптоиндустрия используются только для незаконной деятельности. Опять же-таки, фад новости, куча негатива льют. Глава инвестиционного гиганта Korea Investment Corporation, опять Южная Корея, да, назвал условия для первых инвестиций биткоин. И, получается, как только криптоиндустрии появятся правила регуляции, ну, я не верю, что биржи не инвестируют, то, что Абит, Битхамп и прочие южнокорейские биржи продолжают инвестировать в крипту, и то, что якобы этого нету, ну, это тотальный пиздеж, ложь, и то, что они ждут о регуляции, ну, это, естественно, обман. Естественно, как только людички начали там вчера и позавчера спрашивать по поводу АПИ, конечно же, она закончила свой рост, ну, и сегодня пошла уже коррекция, это был мимолетный памп. Понятное дело, что мы можем не вернуться уже на отметки 5 августа, на самое днище, но, в принципе, вернуться хотя бы к отметкам в районе там 90-70 центов, это более чем реально. Поэтому, если кто питает иллюзией, что, типа, обвала уже может не быть два раза, я считаю, может. Но, опять же таки, имейте в виду, что, ну, как бы дно уже, вероятнее всего, пройдено. Далее, что еще из такого, то, что биткоин ETF от Блокорка вложили 329 миллионов в ходе падения цены биткоина, то есть продолжают инвестировать, несмотря на обвал, да, хотя рассказывают, якобы притоков нету, но притоки есть. Инвестиции у нас, криптлюты могут вырасти, получается, в разы в 25-м году. Ну, у ней монета Сайбра, Тон, конечно же, в разы, но в разы это сколько? В два раза. Каспа, Каспа уже дала 1000 иксов, там, а то и больше. Солана тоже показал, Аптас дал ТХА. Ну, естественно, загоняют то, что уже отросло, поэтому, как вы понимаете, смысла слушать, такие советы нету. Финдекс, компания Stripe купила платформу Стабилкоинов Бридж, ну, о чем я уже и сказал. Вот, поэтому, откуда у них такие бабки? Ну, очевидно, откуда и у Репла. Вот, Джеймсон Лопа, это у нас, получается, основатель компании Каса, сообщил об опасной схеме атаки сеть на биткоина. Опять же-таки нас пугают, что якобы атака на медленную валидацию блоков. Потом, соответственно, Метамаск стал партнером фирмы идентификации Space ID. Это монета ID, я думаю, многие знают. Ну, и, в принципе, криптовалюта ID сильно недооценена, я считаю, в том числе. Если открыть график, то она сейчас находится на донных значениях. Кстати, на тех же, на которых она находилась летом-осенью 23-го, она в моменте показала хороший профит где-то около 10 иксов, но это не предел, я считаю. Сейчас у нее коррекция где-то 80%, в моменте была почти 85%. Поэтому отличная возможность добрать данную монету. Я думаю, ниже вот этих отметок уже навряд ли будет. Здесь мы видим четкую консолидацию. Да, и после этого мы будем уже выходить наверх из этого боковика. Поэтому в боковике монета находится здесь, давайте глянем сколько, примерно уже 4 месяца. Поэтому после этого, я думаю, мы полетим. Поэтому тут переживать, я думаю, не стоит. Далее нам рассказывают почему-то, что Илон Маск якобы неожиданным образом повысил цену XRP, хотя цена стоит на месте. То, что он там высказался, определенная неподдержка или критика XRP. Но я действительно думаю, что коррекция по своей природе поддерживает индивидуальную свободу. Может быть, не случайно он назвал Twitter X-ом, кто-то думает. Может быть и так. Вот, поэтому все больше это подтверждается. Европейские инвесторы вложили рекордные 105 миллиардов в американский биткоин ETF. Ну, опять же таки, без плохая жизнь, плохая. Я считаю, что инвестировать в те же ETF, но это надо быть реально олигофреном. Потому что, по сути, тебе дают бумажку о том, что ты якобы владеешь биткоинами. То есть, они у тебя даже не лежат на балансе. Но, как вы понимаете, естественно, людишки на это ведутся. И это хорошо. Вот. Поэтому, в принципе, нам абсолютно похер. Вот. Главное, чтобы капиталы шли и рынки росли. Вот это самое главное. Остальное это уже такое. Далее, получается, вот уже модель чашка с ручкой на графике Солана указывает на мощный рост. У нас говорит то же самое Карл Туземун. До этого нам аналогичную ситуацию сказал Питер Брандт. Что тоже он увидел здесь чашку с ручкой. Оказывается, U-образная какой-то разворот там. Ну, и при этом то же самое нам говорит Карл Туземун, который обычно загоняет на хаях в монеты. Да, ну и у него выгода. То есть, чашка с ручкой образовалась, оказывается, сейчас. То есть, вот здесь, блядь, на дне нельзя было купить. Вот здесь чашка с ручкой. После этого полетим. Я не спорю, что мы полетим. И он говорит, цель 370 долларов. Но ради того, чтобы заработать ебучие 2Х, заходить на хаях практически. Ну, для меня это олигофронизм. Немецкая компания. Многие думают, вот там Германия, да, там сливает битки. Но Зен Дейта сворачивает майнинговое подразделение. Естественно, у многих паника. То есть, видите, куча негативных новостей за сегодня. Криптомиллионер сформировал список инвестиций на 25-й год. Это WorldCoin. Говорит, в зоне тестирования. Ну, то есть, 2Х дала, конечно, надо покупать. Ну, то есть, криптомиллионер, блядь, какой-то советуют. Ну, а вот я его ебал, этого криптомиллионера. Я не знаю, кто это. Но, как вы понимаете, что на данном этапе советуют нам, якобы, хотя, где пруфы, что он криптомиллионер, где ордера, где выписки там и так далее. Но поэтому нам рассказывают, что он там миллионер. Ну, уже смешно. Но он и монета ДТХ, реклама, естественно. Эйпкоин, который дал 2Х, поэтому надо его покупать, оказывается, да. И надо покупать WorldCoin, потому что он тоже дал 2Х. Ну, то есть, опять-таки, загон, что на хаях перед коррекцией. Кайкуайсерч, эфириум отстает от биткоина из-за слабого спроса организации. Ну, полная хуйня, потому что эфир это номер 2 криптоидов в списке у фондов. Почему и на криптоид сегодня падает? Якобы, что давление со стороны продавцов. Ну, спасибо капитану очевидности. Вот, якобы фиксация прибыли. Хотя, какая нахуй прибыль, непонятно. Если прибыли еще не было, все на дне. Тао рискует резко упасть на чуть ли не там в 2,5 раза, если ключевой уровень не удержится, нам говорят. И медвежий индикатор указывает на ослабление спроса. И якобы может упасть ниже у нас монета Тао. Не знаю, с чего вдруг, блядь. Но нам рассказывают, вот, ребята, ждите ниже. Соответственно, в 2 раза, что мы упадем обратно на 250 долларов. То есть, к отметкам, которые были там 5 сентября, 5 августа. Ну, для меня это бред собачий. Если вы в это верите, это ваше право. Ну, как по мне, это полнейшая хуйня. Вот, а далее, получается, Космос Атом нам начали упоминать в новостях. Доминирует на рынке, поскольку открытый интерес достигает 4-месячного максимума. Ну, и, в принципе, Космос Атом. Сейчас посмотрим тоже данную монету. В принципе, на данном этапе, я считаю, она, ну, в хороших кондициях, чтобы закупать ее. Вот, цена Рипл нам опять упоминает. Рипл очередной раз, пока китые остаются в стороне, якобы. И цена, якобы, может упасть, слабый импульс. Ну, в общем, постоянно начинают негативить. То есть, либо негатив, либо скептицизм. Ну, то есть, все в этом духе, да. Либо тишина. Chainlink сотрудничает с финансовыми гигантами. Сотрудничает со SWIFT, Franklin Templeton, EuroClear в рамках инициативы на основе искусства интеллекта. Совпадение ли это, не думаю, да. Ну, и целью проекта является корпоративное действие «Золотая запись». Ну, токенизация, скорее всего. Цена API выросла после запуска API Chain. А поддержка китов снизилась. Ну, опять за API. Упоминали, вчера 60%, сегодня уже 100% оказывается. Ну, внезапно вдруг. Вот, поэтому совпадение ли это, что новость вышла вечером. Вот, поэтому новости выходят с запозданием. Цена когда, она может вырасти на 19%, а опять 20%, да. Если это произойдет, ну, если мы там ликвидируем шарты, я так понимаю. Потом медведи с Юи толкают цену ниже уровня поддержки, нам говорят. Ожидается падение еще на 10%. Ну, опять-таки, тоже очередные пугалочки, что якобы с Юи пойдет еще ниже. Какой-то хуй от Redenview не грузится. Ну, короче, вы поняли. То есть, естественно, нас продолжают пугать. Цена эфир может превысить 3300 по причинам то, что ослабевание давления со стороны продавцов. Хотя по остальным монетам нам расскажут об обратном. Возможный рост 23%, опять 20%. То есть, одно и то же, цифра 2. А знаете почему? Потому что потолок ожидания толпы 2 месяца. И постоянно расскажут за 20%, потому что, естественно, ну, люди, вот эта нумерология у них срабатывает. Японская полиция раскрыла операцию по отмыванию Монеро. В крупном деле о мошенничестве. И, типа, они как-то отследили, получается, Монеро транзакции. Ну, и в очередной раз подтверждается, что даже самая анонимная криптовалюта для правоохранительных органов, это вообще детский лепет на лужайке. Вот, поэтому, те, кто думает, что все анонимно, ну, думайте так дальше. Суши предоставляет дорожную карту. Маршрутный процессор обещает обменять все. Вот, ну, и уделив особое внимание новым процессорам маршрутов, также Dex планирует концепцию обмен всем, предполагающей возможности многоцепочных сетей. Улучшенную агрегацию в 35 блокчейнах. Работа сообществом. Также Native Dex является частью стратегии Суши. Вот, поэтому Суши тоже, я говорил, что можно покупать пока на дне. Соучредитель Ripple у нас, ну, Крис Лаксон, 10 лямов. Хотя он 12 лямов пожертвовал. Были выписки и пруфы уже в ролике про XRP. Поэтому, кто не смотрел, смотрите. Но у Adepin у нас, получается, естественно, Adepin сектор развивается. Напоминаю, что это монеты ICP, Filecoin. Поэтому имейте в виду. Далее у нас фонд OneEq вознаграждает за стейкинг биржевыми облигациями ETN в Европе. Ну, это получается у нас типа ETF на базе Solana. Соучредитель, так, это было. И, получается, CCIP от Chainlink стремится обеспечить конфиденциальность. Ну, уже смешно. Но монета, заточенная на CBDC, рассказывает нам о конфиденциальности, то есть анонимности. Запускает какие-то приватные транзакции, решая проблемы и, соответственно, требования по использованию институционального блокчейна. Ну, может быть, среди институционалов будут конфиденциальные сделки, там, вот эти вот покупки и так далее. Но не для толпы, естественно. Проект, доказавший свою честность и надежность, это notstake.eu. Я за пару недель лично заработал свыше 2 хексов и продолжаю делать большие деньги. Не выпустите свои возможности, ссылка в описании под роликом. Ну, и последняя новость, то что альткоины нам советуют какие-то коко, блядь, клаус и год. То есть, естественно, после того, как они показали рост, вырос на 40-70%, да? То есть, нам советуют, что, оказывается, надо покупать. Ну, и, естественно, многие блогеры, которые являются хомяками, они будут прожарены в моем телеграм-канале, в моей прожарке криптоблогеров. Ну, и плюс, вы понимаете, нам рассказывают сейчас полностью, пытаются доказать, что якобы R2 это скамина, нахер надо ее покупать и так далее. Ну, вы же прекрасно понимаете, что это специально все гонево ради того, чтобы вы что? Ради того, чтобы вы, конечно же, залетали на хаях, а на дне сливали монеты в труху. Поэтому как-то так. Такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...